К мысу радости К островам лит сиреневых птиц Всё равно, где бы мы не причалили Не поднять, нам стало ресниц КОНЕЦ КОНЕЦ Ему было несколько часов от роду. Отец посмотрел на него, услышал его звонки голоса, сказал, артист, ну чистой воды артист, как в воду глядел. Он действительно стал артистом, и не просто артистом, а знаменитым, известным, заслуженным артистом БССР, потом народным Белоруссии, потом народным СССР и лауреатом Государственной премии Республики. Все меняется в этом мире, и так будет всегда. И в театре все меняется, приходят и уходят актеры, меняются актерские поколения, незаменимых нет, а с этим можно поспорить. А вот незабываемые есть. Их помнят потому, что они талантливые актеры, они оригинальны в своем таланте, яркие творческие индивидуальности, они не похожи ни на кого. Таким был он, Сдислав Францевич Стома. Сдислав Францевич Стома одразу припоминается веселый человек, неурымсливый, неабыяковый, и до працы, и до лесу молодых актеров. Я это отчула на себе. Он один из тех, кто интересовался и моим особистым життем, и моей творчеством. И вот прошло столько лет, а для меня это самое важное. И он был яркий, самобытный, незвычайный актер на сцене, неполторный. Успоминаешь вось усе спектакли, у яких я была занята и не занята, глядела залы. И до этого часу я памятую многие вось моменты, его роли, его спектакля, нават реплики, які вось мы недавно сябрами успоминали. Я была занята разом с Диславом Францевичем в спектакле «Безымянная зорка». Дислав Францевич играл начальника станции, а я – мону, героиню спектакля. И вось была на сцене такая лесница, початок спектакля, я спускаюсь и по леснице такая стомленная. Их это был прагляд спектакля, мастацкой ратой, и запрашались глядачи. Вось полная зала народу, и я скажу, «Боже мой, я валюсь от стомы». И так само узры, у хохота у зале и аплодисменты. Помнишь разные моменты, в разных спектаклях, это не часто бывает. И не часто кожный актер так запоминается. А вот Дислав Францевич был минавито таким, потому что он был вельми яркий, неполторный, кали праз столький год. Актер так яскраво помнится усим нам. Это вельми дорого. Это значит, что он великий актер. Лимоночка, да меня же депутаты вылучили, керовать буду такими. Коль, коль, коль. Ленин, я кучу, кожная кухарка повинна уметь державою керовать, державою. Ну, я пока что не держава, я тут у района, а там подвучусь и глядишь. Люди добрые, чуете, какая она вина? Моя лужка на орбиту выходит, это у космос летит, это тримать ее. Наш известный театральный критик Борис Иванович Бурьян в своей книге театральных рецензий из седьмого ряда Портера вспоминает французского театрального актера как Лена Старшего и пишет о том, что тот утверждал, создать душу – это еще не все, ее нужно поместить в тело, и оболочка эта должна быть совершенной, и у нее должны быть особенные манеры говорить, ходить, вздыхать, садиться, молчать, и когда они будут все сочетаться, тогда и появится индивидуальность. И критик добавляет, это закон для Здислава Стома, и в этих словах весь Здислав Стома как актер. У него были разные роли, маленькие и большие, но они запоминались, потому что они были сделаны оригинально, талантливо, ярко. Благодаря природной интуиции, очень тонкой, внутренней пластичности психологической, огромной работоспособности, он вылепил из себя замечательного, большого актера. Он говорил, когда молодым актерам пытаются внушить, что нет маленьких ролей, это неправда. Ведь есть разница, кого представлять короля Лира или слугу, который идет за ним, поддерживая шлейф. А что касается его самого, то маленькая роль, большая, она всегда запоминалась, потому что это делалось очень талантливо. Если перечислять все, что он сделал, и даже те выдающиеся образы, которые он создал, это просто невозможно. Я напомню некоторые. Белогубов, доходное место, Кресип, забыть, Герострата, незабвенный и незабываемый пан Быковский, Павлинка, Глопье, тысяча франков, вознаграждение, и, конечно же, Ливон из «Ливонихе на орбите» и Глушак из «Люди на болоте». Телезионная версия этого спектакля была удостойна государственной премии БССР, и актер тоже был удостоен государственной премии Республики. И актер Владимир Роговцев вспоминает, что когда закончились съемки, он подошел к Зиславу Францевичу Стоми и сказал, «Я ведь поверил, что вы Глушак». Тогда, когда трах по столу кулаком и ко мне, я думал, ну, задушит, прижмет и дух вон. А корифей Купаловской сцены Борис Платонов однажды сказал Зиславу Стоми, «Обогнал ты меня, правдивый, и не хочешь поверить, так ты ж заставишь». Можно долго приводить цитаты из воспоминаний тех, с кем он работал, его коллег, режиссеров, актеров. Все это сказано, все это написано, и самое главное, все это правда. Я, Глушак, пират, к этой воле выпинаться повинен, а? Ну, подчекайте, я вам это не забуду, я вам это припомню. Божечка, летостивый, ты же все бачишь, бачил ты и то, я кольки познал гору, вобрал покуты, каб одно, предбать тую лаперю, что колецогель, ущер обью, жив, можно сказать, той земелькой, революцией, что ущерга-то перокрутила, пероплытала, дала волю ростной голени нажерной. Покарай ей, Господи! Папа достаточно нежно и трепетно относилась вот и к маме, и к нам, детям. Он был очень добрый человек, и я частенько пользовалась вот этой добротой его, именно в своих целях, в своих интересах. Вот хотелось где-то лишний раз ходить в кино, там, сходить лишний раз на концерт, или что-то купить. Я всегда шла к папе, он открывал кошелек и давал мне, сколько я просила. И так это было частенько. Папа очень был справедливый, был очень объективный человек. Какие-то бывают неприятности, какие-то бывают моменты, я всегда знала, что папа даст мне совет, я знаю, что папа всегда мне поможет выйти из той или иной ситуации, причем выйти достойно. Вот папе я за это очень и очень благодарна. Папа брал концертина, это такая вот небольшая маленькая гармошечка, он всегда мне говорил, Наталья, давай поиграем с тобой немножечко. Его самое любимое произведение, это было Планы Сагинска. Любил всякую музыку, и классику, и какие-то частушки. Ну вот, Планы Сагинска, это было его самое-самое любимое произведение. Я доставала ноты, садилась в ортопиано, вот мы играли, могли играть просто часами. Вот, это доставляло ему удовольствие, это было мне удовольствие, вот такой вот, вот такой вот папочка наш был. Бесконечно добрый, но где-то были какие-то моменты, когда он мог взять ремушок. Я помню, пришла часов 12 ночи, конечно, это папе не очень понравилось, и взяла ремушок, и так, чуть-чуть, так, чуть-чуть слегка, как говорится, я почувствовала, что это такое. Лично мне не хватает папы, мне некому сейчас прийти, поплакаться, что-то спросить, чтобы он мне посоветовал. И моей дочке, она постоянно вспоминает дедушку, и говорит, Боже мой, вот как бы дедушка радовался вот этой жизни, как бы дедушка радовался, глядя вот на меня, вот чтобы у меня вот так вот все хорошо, чтобы у меня двое детей, вот радовался бы. Вот нам сейчас его просто не хватает. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он много читал, увлекался музыкой, насколько позволял время чтения. Это неразрывно связано с его профессией было. Что касается повторения ролей, это все было на таких листочках, притом достаточно таких заезженных уже, вот, скрепленных там, не помню, скрепочкой, что-то такое. Вот. Он закрывался в комнате, вот, и было одно удовольствие слушать, скажем, так, как он ходит, как бы ты находишься опять в очередной раз на спектакле. Он как бы проигрывал свою роль конкретную и роль своих партнеров. В обыденной жизни он был очень простым, очень доступным, очень человечным, очень внимательным человеком. Я не могу вспомнить ничего негативного из своего детства. Положительные моменты вспоминаются достаточно часто и много. Детский автомат, который отец мне сам выпилил из носок, покрыл его лаком, он всегда приносил, как сейчас помню, в салфеточке завернутое что-то. Это могли быть или там конфетки, или мандаринка, или там пирожные. Вот такие вот мелочи, они характеризуют отца, как очень хорошего семьянина. Мы помним всегда об отце, и чем старше мы становимся, тем чаще вспоминаем и мысленно всегда обращаемся к нему за советом. Он был очень мудрым человеком. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Дислав Францевич Стома родился 17 августа 1907 года в Минске. Его отца звали Франц Иосифович, он был поваром в ресторане. Мама домохозяйка, она воспитывала детей, их было семеро. Жили нелегко. И с детства он испытал многое. Славик, так звали его, в семье, испытал и потери, очень горькие. Сначала умерли его брат и сестра, честь и Аня, потом умерла мама, потом случилось несчастье с отцом, он попал под трамвай, лишился ноги с мачехой, он общего языка не нашел. Он учился в польской школе, но не закончил ее, не хватило денег на учебу. Он тянулся очень ко всему театральному, участвовал в художественной самодеятельности, посещал студии и клубы. И вот в 1928 году он пришел в странствующий польский театр, потом он стал называться Государственный польский театр БССР, встретил там человека, его звали Эдмунд Богинский, и этот человек объяснил ему, что такое актер. Он объяснил ему азы профессии и помог сделать первые шаги в актерской профессии. Потом он служил в армии, а вот в театре Янки Купалы он попал не сразу. Тогда перед войной художественным руководителем театра был Леонид Григорьевич Рокленко, он пришел к нему, поговорил, и тот посоветовал идти с Томми в Тюз. А в Тюзе тогда главным человеком был Ивстигней Мирович, легендарный режиссер и актер. И он стал главным человеком в творческой жизни и судьбе Здислава Францевича Стома. Он был благодарен ему за все, что тот сделал для него. И попал Здислав Стома в театр Янки Купалы только в 1940 году. И в это время туда пришли другие актеры, впоследствии тоже звезды Стефания Станюта, Владимир Дедюшко, Раиса Кошелинкова, Зинаида Броварская и другие. И очень скоро Стома стал вровень с этими актерами. Он тоже стал большим, замечательным, очень интересным актером. Он снимался достаточно много в кино. И в каких фильмах, я напомню только некоторые из них. «Красные листья», «Я, Франциск Скорина», «Часы остановились полночь», «Хлеб пахнет порохом», «Руины стреляют» и в других фильмах. Впервые с Дислава Стома в театре на сцене я увидел, когда мне было 8 лет, меня родители привели в Купаловский театр на спектакль «Павлинка», на легендарную «Павлинку». И мне все очень понравилось. Я был от всего в восторге, но больше всего мне понравился «Пан Быковский». Он был очень интересный, смешной, необычный. Я думаю, что именно этот приход в театр, первый спектакль в Купаловском театре и «Павлинка», и «Здислав Стома» в роли Быковского, они положили начало моей любви к театру. «У меня нема гроши при себе клянущими богами». Не клянись, ну не клянись и не бей себе у груди. Ты ж звенишь. Отойди. Давай. Отойди. Отойди кашу. Задушися ты моими грошами, разбойник. Ох, опекусь я на твоих творах. Ой, не хнущи самому себе, кредит. Ты николи не доси драхмы, коли не веришь, что и она принеси за собой. Стоп. Ага, дякую за комплимент. У тебя недребно свараны мозги, я растрат. Сказать, что ты мне ранений не давал ни яких идей. Был спектакль «Выбожайте, колеласка». И он там деда играл. Играли это на одном из выездных спектаклей. Очень какой-то глухой деревни, клуб там был. И условия для актеров были страшно сложные и тяжелые. И вдруг он передо мной, а я уже шла на сцену, хватает меня за грудку, и говорит, опоздала. Зубы стиснул, глаза поставил, я сомлела, не стала заикаться. Быстро ему сказали, на сцену сцена прошла, все. И я потом подумала, боже мой, как он мог, чтобы не опоздать. Такой был твердый, такой был требовательный к тому, чтобы это, если бы приехали, чтобы качественно показать, а не с разными огрехами. Это послужило для меня уроком. И всю жизнь, сколько я в театре, чтобы я когда-нибудь опоздала на спектакль, на выход такого неба. Вспоминаю, как мы с ним играли в спектакле «Его неханар бить по макайонку». Он играл, Василия играла Клаву, соседку его. Когда Лушка ушла из дома, я перепрыгиваю через забор. Прямо с ходу, его вахапок, он поскользнулся, упал, я на его всем своим существом, и он не мог выбраться. Как воспринимали люди, как кричали, как хохотали, как падали в скресле. Бывали такие случаи, что публика не так горячо принимала. Он всегда-то переживал, где-то задумывался. Ну и потом корректировал, если что-то было лишнее, чтобы вот это не надо. В общем, с ним было работать очень легко. очень по-товарищески. Он не зазнайка был. Он все, что умел, что знал, и что видел, что плохо, то обязательно поправлял. Я ему очень благодарна и помню. А память – это самое ценное у человека. Память. Разумненький учененький. Собственно, Яким Сорок. Алле, Олеш, Яким Сорока. Давай сюда вы покажете и мне, Славка. Ты, баба, пинул свои спадницы и понцехал. А мы сделаем суд, право и скоро. Добра свадка кажешь, зробим суд. Суд добрым складом над гэтым гадом. А який суд суд? А я зараз закомандую. Мамочка, мамочка, ну, опереть ее там. Детенький, и что я земезрадью и он же биться будет. Какий же суд свадка? Страшнику покликать, право никуда не остык, инквизиторский суд зродить. Добро. По половине сжать, готово. Когда началась война, театр был на гастролях в Одессе. Здесь Ловстома рвался на фронт, но мудрый, спокойный военком объяснил ему, что его фронт – это театр, это сцена, и то, что делают он и его коллеги, это напоминание той жизни, которую у нас отобрали, которую нужно вернуть. Он стал участником фронтовых концертных бригад, бывал на передовой, видел смерть и сам бывал в очень рискованных ситуациях. В 1944 году театр вернулся в Минск, а в 1945 здесь Ловранцевич Стома женился. Его избранницу звали Галя, Галина, Галина Викентьевна. Она на 20 лет была моложе его, но вместе, в согласии, в мире они прожили 47 лет. Сын Ромуальд, сын Виталий, дочь Наталья. Он был человеком очень серьезным, спокойным, немногословным, при этом обладал хорошим чувством юмора, был сердечным человеком. В 1984 году в издательстве «Надца» вышла его книжка для детей, стихотворный рассказ, спор. И я думаю, что такую добрую книжку злой человек, недобрый, для детей написать не может. Он любил играть на маленькой гармошке концертины, любил книги, уединения, лес, охоту. Здесь Лафранцевич Стома умер 21 июля 1992 года, не дожив до своего 85-летия, чуть больше месяца. Все меняется в этом мире, так будет всегда, но есть понятия в нашем сознании величины, которые никогда не меняются в отношении к ним. Например, талант. Он или есть, или его нет. Притвориться талантливо нельзя, его нельзя купить за деньги, ведь есть выражение «Талант от Бога, артист от Бога». Таким артистом был и он, Сдислав Стома. Сдислав Стома. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ